Сегодня в Министерстве природных ресурсов и экологии Чувашской Республики подписано концессионное соглашение в отношении системы коммунальной инфраструктуры межмуниципальной системы переработки и утилизации твердых бытовых отходов для городов Чебоксары, Новочебоксарск и Чебоксарского района. Иными словами, определен инвестор, готовый достроить полигон и мусоросортировочные станции. В зале заседания царило радостное оживление. Члены правительства Чуваши не скрывали эмоций. Шестилетний период переговоров и подготовки наконец завершен. Можно приступать к делу и говорить о конкретных сроках. Когда мы получим объект в первом полугодии, мне самое главное – это дата, что в первом полугодии следующего, 2015 года, возможно, принятие мусора на новый полигон. И мы за это с вами все вместе будем держать кулаки. В рамках концессии предполагается создание системы, состоящей из второй карты складирования полигона твердых бытовых отходов, мощностью 100 тысяч тонн в год, мусоросортировочного комплекса мощностью не менее 150 тысяч тонн в год, мусороперегрузочной станции с элементами сортировки в Чебоксарах мощностью не менее 150 тысяч тонн в год. Инвестор готов привлечь в проект не менее 750 миллионов рублей. Мы специализируемся на том, что мы привлекаем длинные деньги. Это деньги институциональных инвесторов, деньги страховых компаний, пенсионных фондов, которые по законодательству весьма ограничены в своем применении. И исключение делается для консессионных соглашений, потому что стороной в консессионном соглашении является государство. И государство, проводя глубокую экспертизу любого проекта, берет определенные обязательства на себя. В данном случае эти обязательства по установлению тарифа. Поэтому у нас отдельным приложением в консессионном соглашении прописана формула, долгосрочная формула тарифа, которая позволяет в течение 10 лет вернуть все инвестиции с определенным процентом. Этот процент чуть выше инфляции. Соответственно, многие банки себе такой длины денег позволить не могут. Но институциональные инвесторы могут себе позволить. Поэтому мы сегодня структурируем, занимаемся тем, что подготавливаем проекты и привлекаем деньги вот таких длинных институциональных инвесторов. Со своей стороны, правительство Чуваши обязуется оказывать необходимое содействие. В основном это касается всевозможных разрешительных процедур, вопросов согласования, земледоведения, необходимый жесткий контроль за соблюдением сроков, чтобы проект не рос в цене. Чтобы не было лишних средств, которые повлияют на рост тарифов, мы будем, конечно, тоже контролировать работу, принимать решения. В ходе регулирования все это будет видно. Опыт у консессионера-инвестора есть. Аналогичные соглашения заключены с правительствами Саратовской, Нижегородской, Волгоградской, Архангельской, Мурманской областей. Но, как отмечает Юрий Сизов, в Чувашии есть серьезный задел на будущее. У нас уже решены вопросы с земельными участками и даже построена первая карта полигона. Елена Гальперина, Евгений Анисимов, Республика.